Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Про формирование арбузов, про прищипку, как их прищипывать, сколько плите оставлять, несколько способов я вам уже рассказывала. Сейчас наступила пора поговорить про опыление арбузов. Потому что с опылениями арбузов не все так просто. Это не томаты, которые можно просто потрясти, подойти, вот как пантелеймон, пошевелить и они переопылятся. Они не самоопыляющиеся, их нужно опылять вручную, особенно те, которые в теплице. Сейчас расскажу почему. Во-первых, они не очень привлекательны для пчел, они не ароматные, они не такие, как пчелы и шмели на них сильно не летят. Вот сколько я в теплице хожу, очень редко. Во-первых. Во-вторых, если пчелы и шмели прилетают, они обычно посещают мужские цветы, у которых вот пыльца. Видите, у него там вкусная пыльца. А на женском цветке рыльца и ничего там нет привлекательного для пчел. Вот женский цветок, рыльца и все. Так что, если они даже, ну как, садятся на него случайно, то это бывает очень редко. Еще один факт, что для полного опыления женского цветка нужно, чтобы пчела или шмель посетили его не менее 30 раз. Тогда только произойдет полное опыление. Это очень сложно этого добиться. Поэтому в теплицах люди обычно опыляют арбузы сами, вручную. Да необычно, почти всегда. Чтобы не ждать у моря погоды, встаем рано утром. Опыление нужно проводить с 6 утра до 10 вечера. В это время, именно в это время, активны и рыльца женская, и пыльца мужская. Будет 100% вам опыление. Потом, в 6-10 утра. Если накануне ночная температура была меньше 12 градусов, можете не ходить, не опылять. Опыление не произойдет. Благоприятная температура 18-25 градусов. И чтобы накануне ночь была теплой, выше 12 градусов. Арбуз очень капризный. Он южный, он пониженных холодных температур не переносит и не опыляется в холодных температурах. Если вы опылите вручную, через 45-50 дней арбуз будет готов. Сразу же после опыления, вот этот вот плодик маленький, зависть, начнет расти. Вот то, что женский цветок с завязью, это еще не значит, что будет арбуз. Если его не опылить, он может отсвести, закрыться, засохнуть, пожелтеть и отвалиться. Это значит, что опыление не произошло. Сейчас начнем само опыление. Вот такой мужской цветок срезаем, обрезаем все лепестки. Остается только вот это вот, ножка с пыльцой. И осторожно к женскому цветочку вот так тычем. Ну как, имитируем соитие. Тыкать, 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 тыкать надо. Тыкать, тыкать, тыкать. Опыление проводить в первый или второй день после распускания женского цветка. Вот вчера я приходила, вот этот арбузик с цветком был закрытый. Сегодня он открылся, это значит, сегодня и завтра я два дня буду приходить и тыкать его мужскими цветками. Цветков мужских очень много, они зацветают раньше. Как только посадим арбуз, через неделю-полторы они начинают свести мужские цветки. Все мужские, 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 мужские. И женские начинается только очень высоко, женских их намного меньше. Но вообще все равно на одном кусте арбуза от 15 до 60 женских цветков вам не нужно. Вам нужно 4 от силы 8 плодов. Если очень мелкий арбуз, то 8, если крупный, то 2. Вот есть 10, 12, 14 килограмм арбуза. Таких арбузов всего 2 надо оставлять. Все, вот я его потыкала мужским цветком, буду теперь за ним наблюдать. Завтра еще приду опылю. Вот это процесс опыления. Кто хочет получить гарантированно урожай, то нужно опылять вот так ходить вручную. Все так делают. Еще расскажу один нюанс вам. Чтобы получить ранний урожай, могут помочь вам муравьи, если они есть у вас в теплице. У меня вот здесь, вот сейчас я видела, тут шарились по цветкам. Обычно мы муравьев уничтожаем, но если вы увидели, там где растут арбузы, шарятся муравьи, пока арбузы цветут, не уничтожайте их. Они, вот все почему-то думают, что только пчелы и шмели опыляют. Нет, опыляют и муравьи. Они залазят, шарятся по цветкам, вот-вот ползет на мужской залез цветок, потом на женский залез цветок и на своих лапках пыльцу переносит. И вот ученые, которые наблюдают за растениями, они теперь уже со стопроцентной точностью утверждают, что муравьи прекрасно опыляют арбузы. И именно они, как только распускается цветок женский, в 6 утра у них как расцветало, и они пошли в поход. Именно они опыляют в первую очередь и помогают нам получить ранний урожай. Самые первые цветы опыляют именно муравьи. Пчелы потом прилетают уже позже, а иногда они вообще не залетают к арбузам. Я и говорю еще раз, цветы арбузов, к сожалению, не привлекательны для пчел. Особенно женский. Ничего там в нем нет, ни пыльцы, ничего. Вся пыльца вот на мужском. Все. Если кому-то, новичкам, кажется, это сложно, вот ходить опылять, раз попробуете, вы привыкнете потом. Ну это как зубы почистить. Встал утром, пошел раз, 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 все женские цветки пошарил, мужской вот этой. И все, ничего сложного в этом нет. Сразу же после опыления вот эта ягода арбузная начинает увеличиваться в росте и расти с самого же первого дня. Через 2-3 дня вы заметите, если она увеличилась в размере, значит опыление прошло прекрасно. Все. Про формирование арбузов можете посмотреть у меня на странице в Одноклассниках. Заходите. Ольга Чернова, 56 лет, город Бейск, Алтайский край. Вырастить арбузы очень просто, даже в сибирском регионе. Еще раз повторю, так же как в дыне. Нужно просто знать небольшие нюансы, вот все эти подробности. Какие стебли оставлять, как опылять, сколько штук на кусту. И тогда вы получите без проблем хороший урожай арбузов. Какая прелесть будет. Осенью зайдете в теплицу, висят зеленые плоды, желтые, ароматные. Тут будет такой запах дынный. Вот в прошлом году тут заходишь, прям дынями пахнет. Это так прекрасно. Скушать арбуз или дыню, выращенный своими руками. Они самые-самые вкусные, не говоря уж о том, что самые полезные, по крайней мере безвредные. До свидания. Желаю всем научиться выращивать бахчевые культуры, арбузы и дыни. До свидания.